я могу продолжить а могу эту историю духовного рождения вам рассказать вот который обещал вчера рассказать вам да у нас полчаса есть давайте я тогда вам расскажу эту историю сейчас по поводу агенда матери мы с вами закончили а только запишу на чем я остановил с мощных очень важно сейчас я вам расскажу эту историю прокомментирую очень интересную историю на мой взгляд первые вам я прочитал да в самом начале для разминки а сейчас вот как подытожим немного вот эта женщина назвала свое послание один маленький шаг к богу началось все в декабре 2006 года когда мне в руки случайно попала ваша первая книга книга свобода от смерти до этого я много перечитала всякой ерунды посетила несколько семинаров и тренингов не уточняет что но одним словом ерунда на все это как бы подытоживает первая реакция на вашу книгу потрясение понимание что это единственный путь и одновременно страх а если я не смогу работать адвокатом не смогу стабильно зарабатывать то как семья будет жить на что учить детей тому подобные мысли зацепка за материально очень мощно мое эго почувствовал опасность только в конце января 2007 года путь был выбран с вариантом активной медитации но она как сухой человек как прагматик естественно не к богу не с молитвы выбрала правильно выпал медитативный путь ну сухость характера 8 предопределяет и выбор варианта работы на этом пути много лет работы налоговым адвокатом выработали привычку решать все быстро решительно напористо получать результат сразу непременно положительный так я всегда бралась за судебные дела как бульдог цепляясь каждое дело пока не выиграю меня побаивались побаивалась наша налоговая это тешило мое самолюбие естественно мое эго профессиональное росло непомерно готовилась я очень серьезно сутками изучая законы и судебную практику но это не женщина фактически тогда полюбить такой можно вот она молодец конечно женщина 9 теперь можно ее и полюбить по результату по факту идем дальше заработала репутацию сильного адвоката тариф у меня были разумные часто существенно заниженные видео мне больше нравилось всеобщее уважение хотя во все времена большой когда во все времена большой спрос на мои услуги гарантировал стабильный доход выступление в открытом эфире на местном телевидении мои статьи в газетах еще больше подогревали мое чувство важности собственной значимости и еще я стала главной кормилице в семье муж иждивенцем стал есть за что ее любить таким образом она это подчеркивает у меня неподменно раздулась мое эго вот с таким же напором я взялась за активную медитацию естественно выборов вариант жесткой медитации резко останавливая мысли создавая тишину в голове чего никому не советую это очень-то опасная практика природный звук звон в ушах появился довольно быстро также быстро застучала в копчик энергии кундалини да так застучал что мне стал не по себе по всем теле часами такая тряска что если себя не контролирует начну стрястись руки все тело даже голос дрожит и только усилием сдерживать внешнюю дрожь то есть она жестко взялась поток пошел мощный кундалини пробудилась завибрировал отбойный молоток в позвоночнике она мне звонила как раз вот в этот период она вот так продолжалось полмесяца в один из вечеров не выдержу позвонила вам альсана васильевич и вы объяснили что есть что у тех кто занимался рейки такая реакция может быть все пройдет она рейки ходил я сразу понял что не может быть такой реакции если человек не куда-то еще не походил до этого сразу мне говорят да вот там иногда я вот где-то два раза там ходила на какие-то там вот курсы там чего-то мне сразу понятно симптоматика человек начинает скрывать ему как неудобно говорить что было я вижу что походила где-то уже повредилась немножко еще страшно в этом нет если далеко не зашло но будут неприятные моменты вот и все прошли от неприятности исходят из деформации энергетические там где ты уже побывал там тебя исказили вот эту вот структуру энергетического а чтобы ее привести в порядок эта энергия прилагает усилие определенные поэтому и тряске там или еще чего-то напор побольше да а когда ты нигде не повредился все как-то мягонько идет и больше не чувствуешь что ничего ну как вы чувствуешь но в меру в радость чувствуешь да не пугает вот ее это напугало я и рассказал что ладно еще нормально рейки так осенью 2006 года переехав семьей в другой город где построили большой дом я продолжал есть на свое прежнее место жительства это около 500 километров в один конец поскольку на новом месте меня никто не знала работа не было выматывающая дорога по саянским горам зимней непогоды и гололедом иногда я успевала провести суд и вернуться обратно в один день ночью и вся из-за страха если не буду зарабатывать то как будет учиться мои дети двое студентов платников 500 километров в один конец на суд одну ночь едет суд проводят возвращается обратно режим вообще детей сильнейший привязка к деньгам стабильным заработком привычка все и всех контролировать за все отвечать вынуждали меня четыре с половиной года работать таком темпе самое интересное что ваша первая книга свобода смерти показалось мне настолько совершенные что я даже не подумала что есть другие книги лекции не посмотрел интернет десятки раз перечитывала каждый абзац в этой книге все же полного понимания не было прошло около трех лет шум в ушах был энергии шла ум останавливал вроде бы работала результат не было резкого выхода в нирвану не почувствовал были какие-то незначительные ощущения к счастью в 2009 году мне попались в руки ваши аудиозаписи поездки другой город превратились в рай сидя в машине я включали плеер с наушниками с вашими лекциями и уже не слышала оглушающие музыку в такси что водитель не заснул всегда гремела музыка более того падая в машину в полном изнеможении от напряжения усталости поскольку приехал за один за очень короткое время много надо было спеть плюс напряженные суды и расслаблялась вырослась ночью домой же бодрый отдохнувшие представьтесь дорога слушал вас по 5-6 часов это в один конец и столько же обратно то есть по сути двухдневный семинар она туда и обратно на его прорабатывала как сейчас понимаю я больше слушал лекции но не работала сама еще главная моя ошибка как у многих из нас я ждала результата ждала рождение в духе не понимая что мне не хватает для этого ваш семинар в новосибирске на алтае в красноярске на которой я ездила помогали шли какие-то небольшие подвижки но не было главного я не сдавалась в руки бога хотя мысленно говорил что все согласно отдать уже нашла медитативным путем путем она молитвенно и практика на не переходила и вот это вот жесткость переход надо мягенькие сделать и вот она понимала что напротив теоретически богу сдавалась но все это теория в уме можно сдаться кому угодно хоть богу учет но в уме а на деле этого не было как вы уже поняли работа была у меня на первом плане не было приоритета главного пути в моей жизни то есть если ты выбираешь этот путь то он должен быть приоритетным для тебя то есть несмотря на важность всего социального это не до этому не должно быть в ущерб то не должна таскать в ущерб этому куда-то куда-то вот выноситься до сознание то что главное это работа на пути вот у меня это получилось нормальная работа не бросал семьи не бросал там ничего не бросал вроде во всем было по прежнему 20 21 год я совмещаю работу на пути с работой вот такой достаточно сложная работа ответственно и все это прекрасно получается но приоритет был главный путь и работа на пути это для меня было главное но это не шло в ущерб работе то это только помогало той работе то что это меня поддерживало все иду главное остальное прикладывается чудесно могут если выбираешь главное для себя что для тебя главного идем дальше а душа видимо уже была готова родиться взялась теперь за меня серьезно меня очень жестко начали отрывать от работы суды почему-то стали затягиваться откладываться на несколько по несколько раз и поездки участились я физически не успевала восстанавливать я живу а живые на земле огород кура хозяйства тоже требовали времени поездки постепенно превращались в каторгу представьте 6 утра возвращаясь из красноярска на следующий день в 6 утра уже в другой город а за день успеваю еще высадить помидоры да еще подготовиться надо к судам и вот такой вид моем возрасте а скоро мне исполнить 55 лет стал выматывать началась такая смертельная тоска и усталость что моментами хоть вешается и главная душа видимо не принимала мою работу понятно чтобы получить результат суде приходилось выкручиваться врать хотя самая этого не осознавала считал что с нашими невыполнимыми законами налогоплательщик всегда прав но поскольку по хорошему я не поняла дальше стало еще хуже я всегда годилась своей профессиональной памятью я помнила каждую запятую в актах налоговых проверок огромные тома бухгалтерских документов что откуда цифра плюс законы томами и вот представьте мой предпоследний суд сложный с томами бухгалтерии я во второй стадии суда апелляции сидят три судьи идет дело у меня напрочь отключается память я не могу вспомнить не только цифры но даже где что лежит какой папке сижу и роюсь бумага тоже не старый принцип таскать формирование да вот этой активности ума ум уже перестает функционировать как главное да а переход к новой системе функционирования до вибрационной еще не произошел и а ее работать только там память цифры какой-то чувствую провал в памяти мозг как бы отключился мозг свободен он хочет быть свободным а нового пока еще ничего не образовалось и вот интересно она говорит дальше молодец суд откладывается требует составить дополнительные документы прихожу в гостинице у меня головная боль чуть ниже макошки головы справа как будто мне гвоздь забивает сход у нее идет вот этот в двухдневной я не только составить я думать не могу звоню не не это женщина которая делась в духе на красноярск она мне говорит что эта энергия так долбит что у нее давно дверью даже руки зашло на после разговора с ней я успокоилась боль стал терпимее бумаги составляю что дом выигрывая суд при этом опять не понимаю что это уже конец это закат моей адвокатской карьеры с конечным счете она приходит вывода что пора с этим можно заканчивать то есть это мешает главному после этого суда в красноярске на семинаре я к вам подходила и спросила может память теряется если идешь по пути вы спросили кем я работаю скал адвокат тогда вы сказали обманывать приходится я не осознавая ответил да вроде немного хотя пол жизни только и делала что врала но дальше был еще интересный приезжая семинара начиная готовиться к новому суду же вторая стадия опять красноярске обнаруживают такую свою ошибку это начинающий ирис не сделает никогда об адвокате с моим стажем и опытом дело не просто проиграется но еще и опозоришься от своей глупости и только тогда до меня доходит все все работа адвоката над бросать сразу и навсегда дочь учебу к этому времени закончила работу пока не нашла но еще сына учить платно муж не работает на пенсии когда принимала решение вечер сидела в шоке казалось что рухнула годами налаженной жизнь стабильность и гарантии мысли на что же мы будем жить как на пенсию проучить сына пронизывала меня но я сказала господи если так нужно я все принимаю на все согласно она сдалась понимаете вот этой сдачи требовала ситуации то есть ее ситуации жизни подвела к тому что надо сдачу любом варианте сдачу довериться сдаться смирение она все бунтовала поток шел все было симптоматика была смирение не было сдачи не было да и вот смотрите дальше все же я съездил на свой последний суд отрабатывая получено вас сказав господи это последний раз чудом его выиграла но ничего дома просто когда уж итог подведен то чё же не выиграть подъемные нужны работа лаван замечательно что клиенты за участие в моем последнем суде не оплатили аванс отработала вот остальное не оплатили ну кинули как называется искренне сознаться работа для меня было важнее 7 работа адвоката она давала мне все значимость важность удовлетворения от собственных способностей достаток и многое многое другое я осознавала что больше ничего не умею делать поэтому шаг этот был трудным всю жизнь работал только в этой сфере буквально перед моим последним судом я с дочерью успела съесть новосибирск на семинар где вы четко сказали что работа адвоката несовместимость работой на пути это меня укрепило если бы все кто идет по пути поняли насколько господь милостив и полностью ему доверие что узнали бы что чудеса его неисчерпаемы она уже исходя из опыта говорит смотрите сухой железобетонный человек говорит такие вещи что чудеса господа неисчерпаемы когда ты действительно сделаешь то что надо сделать весной 2011 года это вот недавно да я заслав новосибирске фирму торгующую товарами для садоводов и биоудобрениями купила для огорода почвенные бактерии использовала на рассаде убедилась пользе изучила сайт которым они предлагают открыть центр природного земледелия в своем городе меня посетил четко и мысль открыть такой центр на остатки накоплены накопление набрала товара для огородников стала торговать на садовом рынке на улице мы конечно пришла к тому вообще почему нее свет стянулся начала как земли начала к национальной она ну коренной сибирской национальности не сибирячка так а вот народы который там издревле проживали по на человек от земли от природы работа мне нашлась я люблю растение огород и все с ним связаны а теперь представьте глаза таксиста с которым я часто ездила на суды когда он меня увидел на рынке стоит крутой адвокат за столиком и продает садовые инструменты и какие-то пакеты не раздает газету который я сдаю сама на свои средства один раз хватал и бесплатно раздаю людям а в ней агротехника природного земледелия как без химии минеральных удаблений вырастить хороший урожай и полезные советы огородникам меня немного беспокоила мысль совместим ли даже мелкий бизнес работы на пути на поговорив с мишей этот парень из красноярск такой сильный парень да я успокоилась главный привязываться к деньгам не переживать что их мало теперь же от с адвокатом ладно пейс бизнесом на год ну 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 же это как-то нашу такой бизнес это тоже зарабатывание денег да если ты делаешь доброе дело и вот именно действительно дело которое от души идет так важно так сказать не быть привязана мне к бизнесу не к деньгам не к их потери все так сказать принимать как данные свыше то что душе повредить не сможет уже понятно господь тебе не даст то что может повредить души но это еще не все мой муж за все годы нашей жизни также привык к моим стабильным доходом не было бы все равно стою я на голове что я делала в молодости занимаясь йогой вешать рейк теперь йога еще оказывается ведь он так открывает немножко или гоняю какие-нибудь энергии но когда я сказал что бросаю работу адвоката у него от страха появилась такая ненависть ко мне что если бы слова эмоции взгляд могли испепелить то я бы сгорела он спокойно почивал до сидел пенсионер на садовом участке это счастье великое вдруг все рухнуло и так несколько месяцев любое мое слово любой жест вызывали в нее огромную волну раздражения я с трудом сделал спаса бога дать мне свирение терпением во мне не было еще полного сверения по мере того как я успокаивалась и смирялась с поведением может успокаивался и муж ну все от тебя зависит просто генерируешь и вот эти вибрации это раздражение гнева идет взаимно взаимообмена если обменник вот этот искать не работает ты успокоилась то и тот не будет уже тебе досаждать сейчас я арендуя маленький отдел под магазин дома ввела режим экономии как ни странно все необходимые средства хватает с достатком расскажу наконец о рождении в духе я надеюсь что мое длинное предисловие поможет кому-нибудь сделать решительный маленький шаг богу и тогда я процитирую вас айсан василий бог сделает к вам навстречу 10 шагов это мать это не я я просто об этом говорю но эта мать говорила что если вы сделаете один маленький искренний шажок навстречу богу он вам сделает 10 больших шагов вот она это проверила на практике а дальше вроде писать не о чем поскольку так же как миша категорически запретив себе даже думать о духовном рождении или прислушаться своим ощущениям я его просто не заметила как она его перестала ждать да все было готово и она просто родилась тискать не в состоянии ожидания напряжения так естественно нормально как-то постепенно в душе появилась тихая радость покой перестали совсем волновать деньги есть они или нет победе необходимости они сами появляются вместо холодности и безразличие появились сострадание к окружающим людям нужно очень жесткий человек часто нахожусь в волнах благости и самое главное стало чувствовать те кто идет по пути по разговоре по телефону с близкими мне в духе людьми просто плавлюсь от вибрации благости радости в сердце да я бы не поняла что родилась дух если бы не не на которая спрашивала миша родишь ли он в духе как-то в августе 2011 года он мне сказал по телефону что они ведут совсем другие вибрации кажется я давно родилась духе я в как миша ожидал какого-то резкого явного перехода поэтому решил на сентябрьском семинаре в красноярск подойти к вам альсан васильевич чтобы вывозить окончательный вид дик поэтому вопрос я вынес этот вердикт вот с благодарностью любовью за ваш тут альсан васильевич и марь павловна любого в 2011 года вот такая удивительная история молодая история была в начале вот история таскать зрелого человека в конце ну да спасибо вам за внимание вот все